доброе утро теперь как не кверх ногами вообще лучше было кверх ногами то что весь мир кверх ногами почему мы не можем быть кверх ногами это точно я повторяю то что говорят те люди которые очень ждали что он останется американский президентом моим деменом который сейчас появится и подключится к нам вот сейчас когда осталось несколько дней думаешь так же как раньше когда ты говорил или нет нет я все время говорил если вы посмотрите мои программы ровно год тому назад я говорил что да трамп стал президентом и но это ненадолго все равно придет сэндерс но так мир клонится ко всему его просто сгнобят я это говорил ну правда потом эти года через два когда экономика была сильная когда безработица вам когда мир везде когда он воины везде закончила обалдеть чудак вообще творит невероятное просто послан нам богами думаю ну может быть он выиграет а потом началась эта пандемия и конечно эти импичменты четыре года наш конгресс занимается только одни это избавиться от него я понимаю что против него идет огромная огромная волна там и китай и россия и и арабский мир и фармацевтические фирмы и военная промышленность вся против него и все олигархи наших все сми не только наших по всему миру то что он начинает бороться с коррупцией это амазон он хочет разбить монополии эти все мы сейчас видим что монополии творят да и конечно он один против такого все остальные мы мы верим что он такой всемогущий все он решил и все он сделает нам делать ничего не надо все он уже сделал за нас а мы будем только сидеть и как мы победили вот молодцы такие очень это я часто вижу среди евреев когда они говорят в майами ух вот израильская армия ударила мы молодцы такие где израильской армии где ты в майами какое отношение имеешь к этому ты даже двух долларов не послал туда и христиане посылают в основной в ангелисты но вот так мы воспринимаем что это мы хотя бы ни хрена не сделали но в россии тоже так я есть везде нами есть такая болезнь мы победили во второй мировой войны где ты сопляк вонючий где была вторая мировая война где твоего деда кинули как пушечное мясо просто забросали телами это есть такое и вот мы то же самое у нас с трампом нам не надо тогда никаких ответственности ничего делать не надо все сделано и вот люди верили верили в это я везде выступал и говорю нет такого не будет никто за нас ничего не сделает трамп один человек и мы все его подвели у меня например все нормально я не теперь не надо меня сейчас в сексизме обвинять или там в суд на меня подавать что я сказал что ты кверх ногами спасибо привет 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 очень приятно видеть всех я персонально тоже ну смотрите я думаю если мы будем говорить сейчас о ситуации в соединенных штатах то достаточно или одного юрия или одного меня потому что я не вижу здесь разногласий и мы действительно и трамп действительно боролся не с демократической партии в трамп боролся вообще-то с фашингтонским болотом куда входит и танцкая партия нет такого что есть две партии они между собой борются и был трамп и мы действительно его подвели это правда вот но я хотел бы юрия спросить меня мы есть мы видим друг друга мы слышим я вижу я вижу тебя да очень хорошо поговорить о другом потому что сегодня вы знаете мне америка сейчас напоминает советский союз конца 80-х начала 90-х годов и это еще более страшная ситуация потому что америка действительно сегодня единственная супер держава и если образуется воронка то всех туда утащит и россию и китай и я уж не говорю про европу и так далее и вот юр я к тебе обращаюсь как человеку но принципе как хорошо адаптировался в в американскую жизнь лучше чем ну большинство из нас прошел реальную американскую жизнь достиг в общем-то не одной звездочки не хватало стать генералом но и вот и в общем то ты человек тебя можно явно назвать американцем я американец я тоже гражданин сша но у меня нет такого ощущения что я полный американец у меня менталитет у меня менталитет американца да совершенно верно и что вот меня настораживает менталитете американцы то что многие американцы я имею ввиду американскую элиту конгрессменов сенаторов политических деятелей которые не совсем понимают как сегодня выстраивать отношения с россией потому что россия это не северная корея и она вот так вот просто себя в угол не даст загнать и от взаимоотношений россии и америки стабильность и этого сегодня нету понимания это может привести к страшной катастрофе и и вот что вот здесь делать это вот а сегодня вся политическая такая выстраивание политического вся политика соединенных штатов строится на том что вот есть русские основные враги надо их душить как бы мы себя не задушили но смотри никто никогда никого загнать никуда не может не россию никто не может загнать куда-то америку никто не может загнать китай великую германию римскую империю единственное самый главный враг у нас у всех это мы сами и только мы сами можем себя разрушить чужаки никогда разрушить не могут а наоборот почему всегда выгодно для любой власти иметь какую-то войну какого-то врага потому что это сплачивает народ вокруг них и есть общий враг а когда его нету когда мир везде и все хорошо мы начинаем разрушать друг друга когда ты говоришь налаживать отношения с россией это очень такой большой объем налаживать отношения с россией или налаживать отношения с российской властью которая вообще-то представляет из себя одного человека который уже живет давным-давно в параллельной реальности и договариваться с таким человеком это как договариваться с крокодилом с гитлером там я не знаю со сталиным эти договоры ничего не стоит почему потому что я сам участвовал в этом потому что все договоры которые были подписаны созданы к ним более не менее все придерживались этих договоров этих и даже меморандумов в какой-то степени придерживались то путин придя к власти он их все нарушил все абсолютно все до одного поэтому как договариваться кому-то с кем со стороны соединенных штатов америки со стороны соединенных штатов америки тут совершенно другая картина потому что при обами при клип даже при клинтонах я сказал бы началось такое клинтон до клинтон отдал все наши там производства китаю дешево более не менее качественно и все все это ушло китай китай стал возрождаться и конечно была такая у них идея что и когда в китае начнет процветать капитализм туда и придется капитализмом придет и свобода придет и американские ценности туда придут но не получилось как не получилось что-то просчитали в этот момент и обама это продолжал и и и буш это продолжал и когда пришел трамп трамп говорит нет китай нас нагинает китай нас уничтожает и китай станет мировой державой который пока которую все остальные должны будут подстраиваться за место нас и конечно чтобы бороться с китаем трампу нужно было хотя бы держать россию в нейтральности и она была в нейтральности она за этот момент за управление трампа ни на кого не напала ни у кого не заняла ничью территорию не развязала никакой там войны ну так воины были конечно но это были пракси войны что мы называем через кого-то он не начал никакой войны да я говорю сейчас о путине при трампе путин тоже не начал никакой войны только такие пракси войны был через кого-то там через через армению через молдавию там так вот а теперь когда приходит новая администрация тут конечно будет совершенно по-другому потому что они связаны с китаем они все повязаны китаю все это уже только у президента нашего нового сын только взял полтора миллиарда долларов у китая на черт знает что просто взятку ну и с остальных стран тоже но правда взял и взятку и с украины с россии у батуриной в пять четыре с половиной миллиона неизвестно вообще за что поэтому вот этот баланс будет уже сложнее в новом мире и байден не будет бороться с китаем они борясь с китаем ему нужен такой вот конечно враг и он наверное постарается сделать это из россии но это будет все только на словах потому что уже началось что допустим северный поток достраивать можно уже они достраивают уже уже еще месяц-два или я не знаю полгода и северный поток будет достроен что конечно будет большой удар по украине а украину они для них ничего не значит а украину хочет купить китай продадут украина китаю мотор сич там все остальные основные главные стратегические объекты украины будут скуплены я знаю украинцы города какая нам разница данные большая поверьте мне и большая разница работать за хэмбургер с френч фрайзом или за 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 рис вот и но и цены на горючее вы уже увидите стали подниматься цены на горючее стали подниматься сланцевый газ тоже камала харрис говорит что она быстренько это все прикроет на газ пойдут цены вверх на горючее пойдут цены вверх но мы знаем кому это на руку и кто сразу начнет становиться с колен и когда это произойдет если путин останется у власти к тому времени или такой как путин будет власть они моментально на кого-то нападут еще раз это поэтому казахи сегодня очень сильно переживают из-за этого белорусы тоже перетрухали трошки казахи вообще границы с россией концентрирует огромные огромные соединения свои потому что они понимают что они находятся в опасности в этом русскоязычной части казахстана и и тогда конечно это создает огромную опасность я не красиво я не красиво я говорю так как я дипломат давай без оскорблений потому что ты не военные не дипломат да подожди дипломат это не оскорбительное слово для меня оскорбительно я военный извини не хотел но вот военные есть очень грамотные и есть до полковников дураки не доходят я понимаю особенно если смотреть и ты служил в армии ты не служил в армии ты был рабом который обматывал ноги тряпками и стоял где-то с ружьем в лучшем случае как к сторож ночной или водитель у нас в армии у нас в армии у нас в армии сказал ты сам сказал что я американец у нас в армии это в американской армии был у нас сержанты очень грамотные люди и не дураки и только полковники идет не об этом речь меньше всего хотел просто говорю тебе что осторожнее меньше всего хотел бы выступать адвокатом россии но в данной ситуации приходится потому что смотри какая получилась ситуация ты правильно сказал разрушить мы и себя можем только сами вот советский союз себя сам разрушил принципе революция была сверху кубистическая партия признала что она несостоятельная распустила советский союз и в принципе отдалась западу и в принципе запад вместо того чтобы поддержать россию в ее потугах демократической демократизации как они тогда называли запад объявил что они холодной войне и начали управлять миром и россия была несостоятельна потому что если бы россия была состоятельна не было бы бомбардировки белграда я до сих пор не пойму что это такое было и зато я пойму потому что я был там ты был там но есть я уверен если бы не было бы моники левинской но это ты уверен это это догадки а в принципе я совершенно было не так уж как бомбили мирный город ничего подобного мирный город не бомбили понимаешь ты слушаешь откуда у тебя такая информация из российских сми не из российских а какая причина что американцы просто так начали бомбить или они дали какую-то причину этому американцы начали побить по просьбе евро это пока почему европа просила какая причина смотри на балканах шла серьезная война этническая очень серьезная война религиозная этническая между между хорватами, сербами, между мусульманами, христианами, православными и так далее. Ну, послушай, это же не является секретом, кто там был. Сегодня это достаточно... По какой причине Америка начала бомбить? Послушай, мы сейчас уйдем в Югославию... Нет, но это ты начинаешь этот вопрос. Ты обвинил Америку, что она, значит, стала управлять миром, что Россия, она не дала ничего и стала бомбить. Ни с того, ни с сего налетела на Югославию и стала бомбить мирных граждан, мирное население. Это все абсолютно неправда. Ты сейчас говоришь, что ты гонишь в фейк. Ты даже не знаешь, почему Америка стала бомбить, по какой причине. Что она говорила? Для тебя это была Марика Лауинский. По какой причине? Если ты хочешь знать, я объясню, по какой причине. Потому что разгоралась война, которая перекидывалась на другие страны. Когда идут такие этнические войны, они перекидываются на другие страны. И происходил там, начал происходить геноцид, устроенный сербами, мусульманами. Это было не... Нельзя было воспринять. Потому что народ тогда в Югославии стал приносить трупы детей, женщин и стариков. И складывать их перед американским посольством. И все тогда сказали, где Америка, где Америка. В Сарьеву они окружили... Город находится в долине. Они с гор окружили артиллерией и долбили по мирному городу Сарьеву. И убивали там сотни людей, тысячи людей. И мой командир, мой личный командир, адмирал Борда, Майкл Борда, еврей, кстати, командующий флотом, он сказал, если у вас есть, полчаса прекратить обстрел в Сарьеву или мы вас разбомбим к чертовой матери. И тогда они не перестали делать. Ровно через полчаса с авианосца слетели наши самолеты и разбомбили сербскую артиллерию. Вот кого мы бомбили. А то, что ты говоришь, это российская пропаганда. Подожди, одну секунду. Юра, ты хочешь сказать, что Белград не бомбили? Белград бомбили, но это не бомбили мирное население. Там шел обстрел, но бомбили немирное население. Там, да, влетела наша ракета один раз в китайское посольство, в окно. Там, где китайцы, которые координировали сербскую атаку. Китайское посольство, это действительно случайно. Это бесспорно. Откуда ты знаешь, случайно или нет? Вот откуда у тебя информация, что это случайно? Бомбили китайское посольство, нафиг оно ну. Ну, просто. Послушай, я не могу так разговаривать, потому что ты просто говоришь то, что ты слышал по российскому телевидению, не зная деталей, не понимая деталей, не зная даже, почему шла бомбежка Сарьева. В 91-м году я был экспортом Госдепартамента по странам СНГ. Когда кто-то говорит экспорт, меня начинает тошнить. Ну, меня пригласили. Я действительно в таком им был. Спасибо. Есть, чтобы поставить делегации Госдепартамента в страны СНГ. Ну, так было. Вот. И я видел, как Россия и другие страны, потом уже объявившиеся, хотели как бы дружить с Америкой, хотели стать частью западного мира и так далее, и так далее. И в принципе, в принципе, мы давали всем это сделать, кроме России. Россию мы сами отстолкнули. Каким образом? Как каким образом? Вот таким образом, что мы, в общем, в России все время давали по носу. И это… Каким образом? Можно говорить факты. Вот я тебя назвал города, я тебя назвал даты, я тебя назвал что тогда происходило. Не общими фразами, дали по носу. Что это значит, дали по носу? Давай, а может дали по яйцам? Я не понимаю, что это значит. Факт, что сделала Америка, чтобы вот так вот отстранить, чтобы пришел КГБшник к власти и начал уничтожать демократические институты и начал нападать на своих соседей. Я в то время был как раз в Абхазии. Юр, давай не говорить о демократических институтах. Они у нас сегодня в Америке есть? Есть. Ну где же они? Ну подожди, они есть, они в опасности, но они есть. Они еще не уничтожены. Но мы не пересказываем. Давай говорить по фактам. Если ты хочешь со мной вести диалог, ты должен говорить факты и примеры. Они дали по носу, оттолкнули не общими фразами. Если ты экспорт, еще в Госдепе причем. Две паршивые вещи. Экспорт и Госдеп. Послушай, Юр, Юр, послушай. Еще раз тебе объясняю. В том, что Россия начала вооружаться и начала выступать против Америки, мы виноваты сами, потому что мы Россию поставили, как заявил Обама. Каким образом? Каким образом? Обама объявил, что это региональная, третья разрядная страна. Ну и что? Ну и объявил. Америку, а нас на пиндосами там называют, и нас говорят, что Обама чмо и все остальное. Что сделано было Америкой, что сделано было Америкой, чтобы Россия напала на Украину, на Грузию, сделала перевороты. Тебе, как военному человеку, объясняю, что Украина, Грузия находятся в зоне геополитических интересов. Нет такого. Это ты находишься в зоне геополитической. Нет такого. Ты что, не понимаешь, что... Я понимаю, что прекрасно. Ты хочешь сказать... Ты что хочешь сказать, что... А украинцы могут это решать за себя или нет? Нет, не могут. А, не могут. Они, значит, не могут. А Израиль за себя может решать или нет? Может, потому что... А, решай, Израиль может. А Россия может за себя решать или нет? Россия... Что это значит страны? Ты значит, ты пропагандируешь то, что тот, кто сильный, тот имеет и права. Тот, у кого есть оружие, тот может в Югославии устроить геноцид. А немцы сильнее евреев в 1939 году, значит, они имели право их убивать и уничтожать. Как это так? Они же, евреи, были во влиянии Германии в то время. Что значит влияние? Есть, подожди, есть договоры, есть ООН, чартер в ООН, что есть суверенитет стран. Грузия, Украина, это суверенитетные страны или нет? Или они принадлежат кому-то? Израиль, это суверенитетная страна или нет? А израиль, это суверенитетная страна или нет? Это в их влиянии. Они решили, что они хотят, украинцы, грузины, балдаване, казахи, они решили, что они хотят жить в западном мире. Они хотят пользоваться западными ценностями. А на них за это Россия нападает. И ты говоришь, что это нормально, что это в их влиянии. И что, казахи живут в западном мире и пользуются западными ценностями? Это их решение, а не русских. Дима и Юра, я хочу вам... Подожди, Саш, одну секундочку. Юра, если ты военный, не признаешь, что есть такое понятие... Я не если, я есть военный. Вот я говорю, если ты военный... Я не если военный, я есть военный. Вот ты военный. И ты не признаешь понятие геополитических интересов больших стран? Нет, я признаю геополитические интересы других стран, но я не признаю, что есть сферы влияния, где ты можешь напасть на другую страну, которая тебе не угрожает ничем. Просто потому, что она хочет жить по другим правилам. По правилам западного мира, по правилам западных ценностей. И ты из-за этого, будучи диктатором в той стране, можешь на них напасть. И это сказать, а они в моей сфере влияния. Кто это решил, что они в их сфере влияния? Где эта бумага? Где этот договор, который подписали украинцы, который подписали украинцы, белорусы, казахи и грузины, что они в сфере влияния России? Где этот договор? Ты можешь это переломить? Что переломить? Доказать, что они не будут так жить. Что доказать? Кто не будет жить? Я не понимаю вопроса. Ну, ты можешь россиянам объяснить, что это не ваше дело, как будут жить украинцы? А почему я им должен это объяснять? В том-то и дело, что им это никто не может объяснить. Ведь когда распался Советский Союз, зачем было НАТО двигать ближе к российским границам? А никто НАТО ближе к российским границам не двигал. НАТО это клуб. Если ты хочешь в него вступить, ты можешь в него вступить, как суверенная страна. И поэтому, если ты подходишь по всем параметрам, НАТО обязана тебя принять. Это демократическая структура. И никто насильно в НАТО никого не загонял. Эти страны сами захотели попасть в НАТО. Почему? Потому что НАТО тебе дает стабильность и политическую, и военную. Никогда никто ни на страну НАТО не напал. И если бы Путин не вел себя, как он вел, то, может быть, и Грузия, и Украина не захотели бы вступать в НАТО. Если ты не хочешь, чтобы НАТО, твои соседи вступали в НАТО, не надо на них нападать. Что значит НАТО? Кто нападал на Польшу, Венгрию, бывшие страны Варшавского договора, Прибалтика и так далее? Кто на них нападал? Они боялись России. Они хотят быть в клубе, который придает им стабильность и безопасность. Где ты говоришь, как русский пропагандист. Ты говоришь, что НАТО как будто насильно пришло, заняло эту территорию и заставило эти страны стать членами НАТО. Эти страны долго просились, изменяли свою финансовую структуру, свою военную структуру, борьбу с коррупцией, чтобы вступить в НАТО, чтобы получить это разрешение вступить в НАТО. Они их сами хотели, они суверенитетные страны, которые понимают, что НАТО им придаст стабильность, и на них никто не нападет. И поэтому они пришли в НАТО. А какого права НАТО могло их не принять? По какой причине? Потому что Россия считает, что это их территория. Обсуждать вопрос вхождения России в НАТО, и тогда бы не было бы этого. А этот вопрос обсуждался, при Ельцине обсуждался вопрос России вхождения в НАТО. Ты это в курсе как экспорт? Ельцин, конечно в курсе. Ельцин никогда нет. Ну, так в чем дело? Это было решение России не вступить в НАТО, хотя этот вопрос обжил. Ничего подобного. Россия хотела вступить в НАТО? Россия хотела вступить в НАТО? Ну, это же не просто так, что ты хочешь и ты вступаешь. Ты должен изменить... Слушай, в 90-е годы Россия полностью отдалась Америке. Подожди, опять полностью отдалась Америке. Ты можешь без этих коммунистических фраз? Хлеб рабочим, земля крестьянам. Россия начала реформы. Реформы под стандарты НАТО. Она начала эти реформы. Какие? Назови мне одну. Как? Она произвела демократические преобразования в стране. Она шла по пути демократизации. Нет, 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 нет. Есть в НАТО, есть список. Вот ты говоришь, опять же, ты говоришь, как советский телевизор. Ты наслушался, насосался этого первого канала. В НАТО, в НАТО, в НАТО, в НАТО есть список, что ты должен сделать. В том числе и переоформление армии, переструктирование армии. Ты знаешь, как повышают в звании в советской армии, в российской армии? И как повышают в званиях, как сержантские школы работают? Ты знаешь, ты можешь мне рассказать, что Россия сделала в преобразовании своей армии, чтобы вступить в НАТО? Россия не предложили менять армию под НАТО. Что значит не предложили? Если ты хочешь вступить в НАТО, ты должен пройти эти пункты. Потом ты заполняешь анкету и говоришь, я сделал то, то и то. Пожалуйста, примите меня в ваш клуб. Россия сказала, идите вы к маме вместе и оставили. Что это не? Послушай, мы сами оттолкнули Россию. Таким образом? Каким образом? Таким образом. Таким образом, что мы оттолкнули Россию. И мы можем привести Соединенные Штаты к тому, что начнется ядерная война. В том числе и с Россией. И что она может начаться и с Китаем, она может начаться и с Ираном. И что теперь? Нам надо делать все, что Россия диктует? Нет. Просто потому, что у них есть ядерное оружие? Послушай, Юр. Никто? Ты говоришь, что мне? Нет. Ты послушай. Ты говоришь. Нет. Ты послушай. Ты говоришь, что мы оттолкнули Россию. Я тебе уже десятый раз спрашиваю, чем мы ее оттолкнули? Каким образом? Мы все давали. Мы внесли туда, инвестировали миллиарды долларов. Протянули руку, когда России было хуже всего. Когда ее как раз можно было затоптать и расколоть всю. Это в 90-е годы. Но Америка ей все время помогала. Потом пришел Путин. И цены на нефть пошли вверх. На него начался лить золотой дождь. И он сказал, я царь горы. И все эти пиндосы, и все, ничего мне не нужно. Все это такое. А потом такие, как ты, будете говорить, это Америка их оттолкнула. Да, не идеально. Не все правильно делались. Но там пришло наличное. Наличное между Обамой и Путиным. Потому что оба полудурка. Но Путин был диктатор. А Обаму все-таки сменили. А Путин просил. Ты знаешь, сколько президентов уже Путин? А ты понимаешь, что, Юра, подожди. Ты что, не понимаешь, что Россия может существовать только в имперском виде? Она не может быть демокративой страны по западу. И что? Мне какое дело? Ничего, надо приспосабливаться. Подожди. То же самое говорили о Японии. То же самое говорили о Германии. То же самое говорили... Как это? О Японии говорили, что она может быть только имперской. Больше никакой она не может быть до Второй мировой войны. Германии говорили, они кроме как маршировать ничего не могут. Они никогда... У них только дойчи солдат. Они демократическими никогда не будут. Стали демократическими. То же самое про Корею говорили. Это просто роботы в Корее. Вот посмотри на Северную Корею и посмотри на Южную Корею. И то, что ты пропагандируешь, ты же говоришь, знаешь что? Надо все-таки с Северной Кореей как-то иметь дело, а не с Южной Кореей. Одну секунду, Юр. И еще раз тебе объясняю. Россия это не Северная Корея. Россия имеет очень серьезный ядерный арсенал, который может уничтожить весь мир. Просто если они сами себя взорвут. Любая страна, которая имеет ядерный арсенал, включая Северную Корею, может уничтожить весь мир. Если начнется ядерная цепочка, то весь мир окажется в огромной жопе. Поэтому это не только Россия может так управлять. Это может сделать и Пакистан, это может сделать и Индия. А почему ты волнуешься только о России? Потому что там чокнете сидит у руля. Пакистан и Индия не имеют средств доставки. Что значит они не имеют средств доставки? Еще как они имеют средств доставки? Они не имеют средств доставки до Соединенных Штатов Америки. Но чтобы уничтожить мир, тебе не нужно средства доставки до Америки. Чтобы уничтожить мир, тебе достаточно фигануть по Индии или по Китаю. Это не так, Юр. Это не так. Как ты военный человек, это прекрасно знаешь. Более того, ты мне можешь назвать хоть одну современную или старую войну, когда Китай где-то победил в войне кого-то? Китай всегда побеждает в войне. Никогда. Ни раз ни одной войны Китай не победил. Ты можешь... Подожди. Слушай, я не могу с тобой говорить, потому что ты разговариваешь про войну как... Назови мне войну, где вообще кто-то когда-то выиграл, победил. Какая война, где кто, когда, в какой войне победил. Вторая мировая война, союзники победили Германию. Да, ага. Победили Германию. Ты посмотри, как Германия живет, и посмотри те, как живут, которые ее победили. Это совершенно такое. Это... Это... В войне... Ты не военный человек, поэтому ты так разговариваешь. В войне победить, в войне победителей нету. Самое главное достоинство в жизни. В войне, в войне победителей нету. В войне вообще победитель не может быть. От войны страдают все. Все в потере. Есть, которые выжили в войне. Есть, которые погибли в войне. Союзники выжили в этой войне. Та Германия, которая существовала до войны, она погибла. Та Япония, которая существовала до войны, она погибла. Но победителей таких, вот каких ты видишь и хлопаешь на Красной площади каждого 9 мая, этого нет. Это фикция. Это фарс. Это фальшь. Это предательство тех, кто погиб на этой войне. Юр, знаешь, есть такое понятие как традиции, а традиции они сильнее закона. И это совершенно другое дело. Я хочу сказать, что Ялтинская конференция, она как бы устроила современный мир до 80-х годов. Начиная с конца 80-х годов условия Ялтинской конференции перестали работать. Сейчас нужны другие договоренности в мире. И как эти в мире... А с кем ты договариваться собираешься? С Путиным? В данной ситуации с Путиным. Путин нарушил все договоры, которые существовали. Все до одного. С кем ты собираешься договариваться? Ты же бизнесмен... Вот смотри, ты говоришь, что я военный. Ты говоришь, что я как бы военный. Я тебе скажу, ты как бы бизнесмен. Когда ты делаешь договоры по бизнесу с кем-то, и они тебе их все время нарушают, ты будешь продолжать делать договоры с ними? Ты будешь продолжать инвестировать в них? Юр, в бизнесе, к сожалению, договоры очень часто нарушаются. Нет, все. Вот ты делаешь там, допустим, ты с Сашенькой делаешь договоры, а она тебя все время кидает на договоры. Каждый раз. Ты будешь продолжать это делать? Ты что, тупой? Это разные вещи. Понимаешь? От того, что два бизнесмена разойдутся, мир не лопнет. А от того, что два ядерных государства разойдутся, мир может лопнуть. Поэтому ты предлагаешь, чтобы одно ядерное государство легло под другое, отдало свое ядерное оружие. Некоррелиционные вещи. Некоррелируемые вещи. Так ты что предлагаешь, чтобы одно ядерное держава легло под другое ядерное держава? Причем ты предлагаешь, чтобы сильная ядерная держава легла под слабое ядерное держава? С Советским Союзом были договоренности в Соединенных Штатах, и никто ни под кого не ложился. Правильно. Потому что при Советском Союзе, кто бы там ни управлял, эти люди были не в параллельном мире. Они были... Брежнев пережил войну сам. И все его окружение пережили войну сам. Он был ранен. Он понимал, что такое война. Он боялся ее, как черта лысого. А вот КГБшник этот, он не боится. Он ее восхищается ей. Он все в пепел превратит. И это он говорит, что нет России, не нужен мир. А если меня нет, нет России. Вот тебе и пожалуйста. Поэтому, пожалуйста, он угрожает. И ты предлагаешь, чтобы его боялись из-за этого, потому что он псих. Его боялись, и с ним вели диалог. Это позицию такую удобную. Вот русский народ, может быть, и хороший, но Путин плохой. А это позиция очень плохая, потому что русский народ вебтина. Или Путин есть у русского народа, другого нет. И если мы не будем договариваться с Путиным, у нас не с кем договариваться получается. Значит, не будем договариваться с ним. А я, например, глубоко убежден, что Путин договороспособный. Назови, какой договор он выдержал. А назови, какой договор он не выдержал. Все договора по ядерному оружию, не распространение ядерного оружия, не нападение на страны, которых ты признаешь суверенитетными. Включая Грузию, включая Украину. Аннексирование Крыма, территорию, которую не... Подожди, ты знаешь историю Украины, как она создавалась? Я тебе... А то ты не история. Мне история пофигу. Есть договор, который принят чартером ООН, что вот эти границы сохраняются. Россия подписала даже меморандум, что она будет поддерживаться этих границ с Украиной, если Украина отдаст. Поэтому история здесь ни при чем. Ты знаешь историю своего дедушки и бабушки? Ты знаешь, что твоя бабушка имела моего дедушке корову? И теперь я... А она ее продала им. И теперь я буду твою корову отнимать у тебя. Как и при чем тут история? Есть договоры, есть международные договоры, если ты экспорт Госдепа, которыми должны придерживаться. Он нарушил их. Он аннексировал чужую территорию. И начал, развязал войну. Он нарушил договоры по открытому небу. Нарушил договоры по ракетам среднего и ближней дальности. Стал их делать. Опять, когда был договор, их не делать. Больше их не создавать. Он все договоренности нарушил. Все до одного. Назови мне... Соединенные Штаты придерживались все. И если они выходили из договора, они выходили из договора так, как было обсуждено это. Выйти из договора. А он обманывал. Он обманывал. Он делал ракеты, которые нельзя делать ракетой. Он продавал оружие странам, которым нельзя продавать оружие странам. По договорам. Он аннексировал территорию. Он аннексировал... Он аннексировал... Да. Да, да, есть такие договоренности, есть такие порядки в мире, в которых ты хочешь, чтобы они содержались. Он их не придерживается, он срать хотел на все на это. У него есть Россия и российские. Я тебе больше того скажу, я был дипломатом в России, у меня была дипломатическая неприкосновенность. Это ты знаешь, что это такое, как советник Госдепа, да. Что меня нельзя не арестовывать, меня нельзя. У моего близкого друга, моего товарища, израильского военного атташе, был тоже не дипломатический дипломатический. Ты знаешь, да, вот я хочу рассказать, как, подожди, ты же меня спрашивал, что он нарушил, так послушай, я тебе рассказываю. И когда мы были в России, они изменили закон и сказали, что российские законы, это при Путине сделано, российские законы превышают международные договоренности, то есть меня как дипломата могут арестовать. Все, дипломатическая неприкосновенность не работает. Меня милиционер на улице может оштрафовать. Моего друга Вадима Лайдермана, они взяли, моего друга Владимира, моего друга Вадима Лайдермана схватили на улице в ресторане, скрутили и отвезли в ПГБ, а он дипломат, у него дипломатическая неприкосновенность. Там ему вывернули карманы, взяли у него телефоны, потому что российские законы превышают международные договоренности. Ну ты сейчас немножко передергиваешь факты. Дело в том, что Россия... Подожди, нет, подожди, 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 нет, нет, мы не будем разговаривать на твоих условиях, мы будем разговаривать поровну. Поэтому я тебе ответил, какие договоренности он нарушил. Какие договоренности он не нарушил, расскажи мне теперь. Секунду, дело в том, что ты немного неправильно выставляешь меня, как защитника России, потому что Америка тоже нарушила много договоренности... Какой? ...ядерному... Юрий, Дмитрий, я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш спорт, еще раз дико извиняюсь, просто я вот, ну, честно говоря, не ожидали о том, что вообще возникнет, потому что вы придерживаетесь, в общем-то, достаточно похожих взглядов, но я просто предлагаю, может быть, мы какую-то рекламу придумаем? Смотри, смотри, взгляды мы можем, у нас одинаковые взгляды, у нас одинаковые взгляды, но я прошу, чтобы говорили факты или примеры, какой, вот ты сейчас сказал, что Америка тоже нарушает, значит, ты не ответил на первый вопрос, который ты мне задал, я ответил, какие были нарушены договоры, ты не ответил, ты не ответил ни на мой, какие он... Теперь ты говоришь, что Америка нарушала тоже законы про ядерное оружие. Какой закон или договор Америка нарушил по ядерному отношению? Давай. Подожди, одну секундочку, мы оба граждане США, и я не хочу в их вступать сейчас, как российский военный или российский дипломат, защищающий... Ну ты это делаешь. Я... Нет, Юра, я говорю о другом. Хороший Путин, плохой Путин, хорошая Россия, плохая Россия, нам надо с ними договариваться, в противном случае может начаться 3-го. А ты говоришь, нет, мы не будем договариваться, пошли они все нафиг. Нет, это не то, что я говорю. Нет, это не то, что я говорю. Я говорю тебе, я тебя спрашиваю, с кем договариваются и как, ты можешь объяснить механизм, с кем договариваться. Ты мне говоришь, нет, ты мне говоришь, надо договариваться с крокодилом, надо ему объяснить, что лягушек кушать в болоте нехорошо, надо быть вегетарианцем. И ты мне говоришь, ты иди, Юра, сядь возле этого крокодила и объясни ему это. Да, я сяду, ты пойди и сядь рядом с этим крокодилом и объясни ему, пока он тебя не съест. Поэтому договариваться с крокодилом невозможно, вот что я тебе говорю. С ним уже несколько раз пытались договариваться, много раз пытались договариваться, он договоры не выдерживает. Он их нарушает, он обманывает, он ворует, цап-царап, и он делает, и он толкает всех остальных вокруг себя, чтобы они входили в НАТО, чтобы его боялись. Он нападает на своих соседей, а ты мне говоришь, идите и с ними договаривайтесь, иначе будет ядерная война. Но я не пророссийский. Нет, дорогой? И ни одного факта ты дать не можешь. Ты в общем говоришь. Америка Югославию разбомбила. Америка Югославию. И все вот это кидаешь, не имея фактов. Не слышал звон, но не знаешь, где он. Юра, Юра, извини, но ты все-таки не являешься человеком, который знаешь все. Ты тоже выполнял свои задачи, которые перед тобой ставили. И я уверен, что ты всей геополитической проблемой не знал, почему и кто кого бомбил. Это вот я был там, я тоже во многих местах был и видел. И не надо сейчас говорить, что ты все лично знаешь. Нет, я все лично не знаю. Почему случилась ситуация, что мы как банановая республика? Это не мое заявление. Это заявление Трама. Послушай, я не все знаю, но я знаю больше, чем ты в том отношении, что Югославию бомбили не из-за Моники Луинской, а были конкретные причины. И один человек в Америке не может решить, даже президент, бомбить какую-то страну. И ты говоришь, что там бомбили мирное население. А я тебе говорю, этого не было. Потому что есть вещи, в которых я участвовал и в которых я принимал участие. Как договоры, международные договоры о разоружении ядерного, химического и биологического оружия. Я много лет в этом участвовал сам. Как борьбы с терроризмом я в этом участвовал. Ты мне начинаешь, мне, человеку, который в этом участвовал. Я был в Абхазии, в Грузии во время конфликта этого. Я видел, чем занимались там русские. Я занимался этим вопросом всю свою жизнь. Ты мне начинаешь долдонить то, что тебе рассказали по Первому каналу. Пересказывать. Думаешь, что ты поменяешь мое мнение. Что Америка каким-то образом всех заставила вступить в НАТО. Что бомбили мирное население. Что надо с русскими, с Бутиным договариваться. И вот это ты говоришь, ты на 60 минут. Иди, там тебя будут слушать. Там с тобой согласятся. Юра, послушай, Юра. Начинаешь говорить про историю Крыма. Что исторически он вообще караимом принадлежал. Нам, евреям. Отдавайте нам его обратно. Давайте, во-первых, послушайте меня, Юра Дима. Дайте сказать слово одно. Во-первых, это невозможно, когда идет такой ранговор, когда все это много перебивают. Во-вторых, написали уже 150 сообщений, что мы говорим не о Трампе, не о Америке, а в Америке переворот. Я просто предлагаю, потому что когда идет действительно перебивание, у нас идет брак по звуку, потому что у нас четверо в эфире. Поэтому, может быть, действительно есть смысл просто по одному высказываться, например, Юрий, а потом Дмитрий. То есть стараться как-то все-таки не перебивать друг друга. Давайте поставим здесь точку, потому что мы с Юрой здесь не договоримся. Потому что я глубоко убежден в том, что и военные, и спецслужбы выполняют, обслуживают политическую элиту в любой стране, в Америке в том же числе. И Юра, хочешь ты или не хочешь, ты тоже был в числе обслуживающей группы, которая обслуживала элиту политическую. А политическая элита не всегда правильно действует, как нам показали последние выборы в Соединенных Штатах. И мне стыдно за то, что сейчас произошло в Соединенных Штатах. Мы действительно превращаемся, мы не можем превратиться в банановую республику. Мы сегодня все еще, держава, на которую все смотрят и все боятся, боятся не потому что нас боятся, а потому что если с нами что-то случится, всем будет ой-ой-ой, как плохо. Это первое. И второе. Хочешь ты, Юра, не хочешь ты, Юра, но Америке придется договариваться с Россией, иначе будет плохо. Точка. Я предлагаю поставить точку, потому что мы здесь друг друга не поймем. Если возвращаться в Соединенные Штаты, у меня вопрос тебе, Юра. Нет, подожди, 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 подожди. Ты сказал свою речь? Я ребатал, можно? Да, конечно. Да, я служил в стране, и, конечно, элиты решают, и мы выполняем. Это в любой стране, это всем понятно. Выполняется ли все точно? Делается ли все правильно? Нет. Много ошибок, с которыми я не согласен, с которыми понятно, что это дело. То, что ты говоришь, я с тобой не согласен в корне, не согласен в том, во-первых, ты говоришь лозунгами, не приводишь примеры, не приводишь факты, а только говоришь там общие такие вещи, которые говорят по российскому телевидению. В этом я не согласен. И ты настаиваешь на том, что Америке все-таки придется договариваться с Россией, и Америка обязана и должна договариваться с Россией. Я с тобой в корне здесь не согласен. Подожди, подожди, подожди. Я считаю, что Россия должна договариваться с Америкой, и Россия должна договариваться со всем цивилизованным миром. А Россия не договаривается со всем. Россия много раз протягивали руку, Советскому Союзу протягивали руку, помогали, давали, инвестировали, огромные деньги туда вкладывали. Клинтон простил миллиарды долларов долга России и Советского Союза. И что вам в ответ было? Пиндосы пошли вон отсюда. Никто. И нарушение всех договоров. А ты настаиваешь, что все равно с Россией надо договариваться. Нет, Россию надо... Подожди, подожди. Подожди, перестань перебивать, потому что я перебивать обучен. Я могу перебить всех, кто здесь с нами находится. У меня еще достаточно сил и знаний в этом. Поэтому возьми себя в руки и не перебивай меня. И поэтому Россия должна... Россию надо поставить в такую ситуацию, чтобы она должна была договариваться с нами. И Трамп почти что это сделал. Он поставил и Россию, и Китай, и Иран, и Северную Корею в такие ситуации, где они обязаны были договариваться с нами, а не мы с ними. И поэтому сейчас, да, есть опасность в том, что новая администрация, будучи элитами, начнет договариваться. Я думаю, что долго времени не пройдет до того, как Камала Харрис, я на Байдена уже не рассчитываю, возьмет и пошлет еще с одной кнопкой перезагрузки в Россию кого-то. Так, учитывая, что я не враг Америки, и я, в принципе, все-таки с тобой в одной лодке, а не с русскими, поставим точку. Дальше я предлагаю не дискутировать, потому что это смешно. Мы, понимаешь, я встал специально на эту сторону, потому что есть проблема, ее надо как-то решать. Так ты скажи, как ее решать, а не обвиняя Америку и Запад в том, что они не хотят это делать. Слушай, если меня спросят, я расскажу, как это решать. Я тебя уже, по-моему, час спрашиваю. Стоп. Вот в России, я вот говорю твоими словами, там тоже не хотят слышать. Значит, теперь давай вернемся в Америку. Скажи, пожалуйста, возможно ли еще мирная передача власти в Америке от Трампа к Трампу? Нет. 20 января. Невозможно. Ну как, каким образом, каким, опять же, каким механизмом? Я не вижу никакого механизма, я не вижу никакого механизма, которым это может быть. Конгресс, подожди, ты меня спросил, послушай, конгресс уже проголосовал. Они проголосовали, они приняли заключение голосования, электорат на голосов, что Байден победитель. Поэтому другого способа, чем мирной передачи власти от Трампа к Байдену, я не вижу никаких механизмов. А Верховный суд? А? А Верховный суд? Верховный суд отказался рассматривать это? Нет, Верховный суд отказался рассматривать, когда Техас подал, потому что он не может подавать Верховный суд. Трамп не подавал Верховный суд. Если даже Трамп подаст Верховный суд, Верховный суд тоже не будет это рассматривать. А чрезвычайное положение? Ведь, по сути дела, их можно арестовать за нарушение Конституции. Надо доказать, что было нарушение Конституции, тогда их арестовать. Это можно будет, наверное, проделывать после того, как Байден станет президентом. Подожди, ты меня спрашиваешь вопрос, ты должен взять себя в руки и выслушать ответ. Если тебя не интересует мой ответ, то просто сиди и задавай вопросы, я буду молчать и слушать их. Это будет намного сложнее сделать, конечно, когда уже будут у власти другие, особенно это шулеры, у власти это большевики, которые захватили власть. Это будет сложнее, но все равно у нас есть конгрессмены и сенаторы, которых еще и достаточно есть чести, которые смогут, наверное, продолжать расследование. И я надеюсь, у нас есть журналисты еще, которые настоящие, которые будут продавать, у нас еще есть демократические институты, которые существуют, которыми бороться. Но мы все должны им помогать это делать. Мы не можем сидеть и слушать фейки от таких же, от наших единомышленников, которые говорят, да, вот Трамп решил, это были напечатанные бюллетени, там были водяные знаки, сидите, ничего не делайте. Да, спецназ уже захватил в ЦРУ, там серверы, вам ничего не надо делать, все, сейчас Верховный суд решит, потом нет, конгрессмены решат. А мы пока сидим и нам, и мы это все распространяем, потому что мы любим слышать то, что мы любим слушать, то, что мы хотим. То есть, таким образом, снимая ответственность с себя, нам, мол, делать тогда ничего не надо. Вот я думаю, что, конечно, можно с этим бороться и нужно бороться, нужно противостоять этому. Поэтому пока, пока мирным образом это надо делать, если он ведет чрезвычайное, если он ведет, если Трамп ввел бы, он уже ничего не может сделать, если он бы ввел чрезвычайную ситуацию или военное положение, каким образом он бы смог управлять страной, если Конгресс и Верховный суд отказались это рассматривать и приняли то, что они приняли. Он бы страной все равно бы не смог управлять. Точно так же, как сегодня, я считаю, Байден и Камала Харрис, будет им очень сложно управлять страной, не расследуя то, что произошло, не продолжая, не дать ходу этим расследованиям, потому что почти 100 миллионов человек в Америке считают, что их обманули, ограбили и разорили. Поэтому страна, да, расколота и ей управлять будет очень сложно. Это, к сожалению, на руку России, в основном Китаю, Ирану, Северной Корее, ну Китаю в основном. И в опасности находятся такие страны, как Хонг-Конг, Тайвань, Япония, Южная Корея, Израиль и, конечно, Украина. Не вам. Они участвовали в фальсификациях и участвовали в том, чтобы в те времена победила Клинтон. И как Байдена сын орудовал в Украине. Его уже санкционировали. Андрея Иларионова уже тоже на него большие угрозы ему и большие такие. Ну, всем нам, кто были за Байдена, нас уже всех, за Трампа, нас уже всех объявили российскими шпионами. Ну, я-то привык к этому, а они не совсем. Потому что если ты за Трампа, то ты шпион. Поэтому в Украине были открыты дела по этому расследованию. По расследованию вмешательства Байдена, когда он говорил с Порошенко и указывал Порошенко, что делать, как закрыть там Приватбанк. Как начать дела против Коломойского, как уволить, он по телевизору говорил, чтобы увольняли генпрокурора в Украине. Все эти, и как его сын Хантер участвовал в коррупциях, коррупционных схемах с помощью посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Были эти дела, потом их закрыли, потом опять открыли, когда Трамп потребовал, чтобы продолжалось это раскрытие коррупции в Украине. Но сейчас опять прикрыли. Поэтому я очень надеюсь, что Украина, даже может быть в ущерб себе, в опасность себе, все равно сделает то, что нужно сделать. Сделать правильный выбор и сделать правильное решение, продолжить расследование и вывести на чистую воду тех, кто участвовал в разграблении этой и так многострадающей страны. Причем во время войны. Это Байден говорил Украине, Турчинову, исполняющему обязанности президента, когда просили у Америки летальное оружие и вообще военную помощь во время российской агрессии против Украины. То это Байден настаивал на том, чтобы Крым отдали и ни в коем случае не вступали ни в какую перестрелку. Что украинцам пришлось и сделать. Отдать свою территорию. И это было сделано по настоянию. Теперь Байден не вице-президент, а президент. И поэтому Украина окажется в намного более тяжелой ситуации, по моему мнению. Я думаю, что Китай, Украину отдадут просто Китаю. Ну, Россия не могут ее отдать, потому что там все-таки есть движения такие, которые будут этому противостоять. И разгорится огромная гражданская война. Или война в защиту страны. Что у нас называется Revolutionary War. А Китай просто придет и скупит. Поэтому, когда ты спросил, какие войны Китай выиграл, Китай выиграл все войны. Потому что Китай мог скупить все всегда. Исторически он не воевал, а не завоевывал. Не армии, а завоевывал экономически и просто своим распространением. В России сегодня, ты это прекрасно знаешь, до Урала уже очень много китайцев. Китайцы туда приезжают, женятся на красивых русских девчонках. Они не пьют, они работают. И у них уже рождаются китайцы. Я участвовал в учениях в Калининграде. Давно, уже лет, наверное, 15 тому назад там были китайцы. Китайцы развернули карту. И почему-то на карте было написано у них по-английски. Наверное, было для того, чтобы я это увидел. И до Урала было написано. Российская, Китайская, Китай временно в управлении Российской Федерацией. Смотри, это проблема России, пусть она ее решает. Но рассказав все это, все очень интересно. Мне трудно представить, что теперь у нас один из самых коррумпированных будет президентов. И он будет что, расследовать эти преступления, которые он инициировал? Я надеюсь, что у нас, еще раз, я надеюсь, что у нас есть сенаторы и конгрессмены, которые будут на этом настаивать и будут это делать. У них есть для этого силы и рычаги. А не как вот эти 10 предателей, сенаторов, которые струсили и ради собственной жопы проголосовали против Трампа. Я считаю, что Трамп, если его не уничтожат, не измельчат, не разорят или просто не убьют то, что они хотят сделать, консолидирует вокруг себя огромную силу, много людей, большого народа. Мы будем давать деньги, мы будем помогать, мы будем ходить на демонстрации, мы будем голосовать в местных выборах за Трампа и за тех, кто хочет этих расследований. Будем участвовать в своей жизни, не будем верить даже нашим одномышленникам, которые у нас в интернете, в блогах говорят нам все, все схвачено, все сделано, вам ничего не надо делать, все сработает хорошо. И будем надеяться, что у власти в таких странах, как Украина, будут люди, которых будет честь и достоинство, и которые будут делать то, чтобы вывести эту банду, которая нас грабит, и которые расследования и будут помогать, такие, как Андрей Тележенко, такие, как Андрей Иларионов. Таких людей много. Да, они сейчас в Апале, да, мы сейчас в Апале, да, у нас там много... Но времена меняются, и воры, и бандиты всегда выясняются. А у нас уже ясно, мы уже видим, кто они такие. Просто надо с ними научиться бороться. Да, они вот сфальсифицировали, нагло украли. Украли это в штате Джорджия, который никогда не был демократическим, тем же самым наглым способом. Мы это все видим, понимаем, и если мы будем молчать, то тогда мы заслуживаем, что мы заслуживаем. Если мы будем этому протестовать и будем этому сопротивляться, то, может быть, у нас будет будущее на этом. Есть два... Я всегда говорил, есть два сорта воров. Есть воры, которые у тебя воруют часы, кошелек, машину. Они видят в тебе лоха, они видят, что ты не очень такой рассеянный человек, и они у тебя могут своровать. Они тебя выбирают из народа. Они видят, что ты такой не очень внимательный. И они тебя выбрали и ограбили. Есть другие воры. Этих воров мы выбираем. Эти воры, которые лишают нас свободы, лишают наших детей будущего, лишают нас жизни, которой мы хотим жить. Вот этих воров мы выбираем. Но первых воров полиция пытается поймать, а вот вторых воров полиция охраняет от нас, от тех, кто их выбрал. Поэтому мы должны участвовать в политической жизни, какая бы она грязная и противная ни была. Поэтому я хочу, чтобы ты одну вещь запомнил. Я каждое утро просыпаюсь и благодарю Бога, что я не политик, не дипломат, а что я военный человек, что я все-таки родился военным. И это огромное счастье, а не быть вот этим человеком, который постоянно путает блядство с героизмом. Понял. Блестящее. Скажи мне, пожалуйста, зачем Флинн вкидывает фейки? Это я не знаю. Это у него спроси. Нет, подожди. Ты говори, что они... Но ты наставили, что это фейк, что говорит Флинн Помпео в своем выступлении. Я сейчас спрашиваю. Нет, Помпео фейки никакие. Я не видел ни одного фейка, который вкинул Помпео. Тогда объясни мне ситуацию. Вот смотри, мы... Флинн, я тоже не видел, чтобы Флинн вкидывал фейки. Потом опять же, это надо... Подожди, ты меня спросил вопрос, ты должен дать мне ответить. Нет, я не даешь спросить. Ты меня спросил, зачем Флинн вкидывает фейки? Это что? Дай объяснить, что я имею в виду. Ты не знаешь, что я спрашиваю. Значит, послушай. Мы видим следующие вещи последней недели. Демократическая партия и эти предатели вместе с Демократической партией ведут себя так, как у них, знаешь, в одном месте все горит. Они все быстро-быстро, они что-то нервничают, дергаются. В то время, как мы видим достойное выступление Флинна, когда мы видим спокойное выступление Помпео, мы видим после этого спокойное выступление на границе Трампа. Такое впечатление, что ничего не изменилось, что это люди будут продолжать править. Что происходит? Но это не фейки. Это не значит, что ты вкидываешь фейки. Очень много фейков вкинуто от имени Помпео, от имени Трампа, от имени Флинна. Все эти, это надо разбираться, это надо смотреть и соображать головой, где фейк, где не фейк. Даже, ну, все люди попадаются на них. Я тоже попадался на пару фейков, поверь мне. И мне тоже, подожди, подожди. Ты можешь подождать или нет? Я могу, но ты, понимаешь, ты не даешь, ты уходишь от разговора другого, даже не видишь этого. Я слышал выступление Флинна, где он очень спокойно сказал, что произойдет мирная передача власти от Трампа к Трампу. Нет, вот ты сейчас вкидываешь фейк, потому что Флинн такого не говорил. Я могу поставить это... Нет, ты не можешь это поставить, ты перепутал Флинна с Помпео. Нет, Помпео этого не говорил. Это сказал Помпео, что будет мирная передача. Помпео этого не говорил. Хорошо, хорошо. Это политики, они так разговаривают. Я не слышал, чтобы были вкинуты фейки, чтобы от Помпео или от Флинна. Опять же, эти вещи очень часто на них попадаются, и люди. Поэтому это я тебе отвечаю на первый твой вопрос, который ты считал, что ты чего-то не досказал, и я чего-то не понял. Но теперь я его досказываю, этот вопрос. Я не знаю, как ты их связал вместе. Поэтому фейков очень много, и мы все хотим слышать, что мы хотим слышать. И люди хватаются за эти фейки, потому что, опять же, это снимает с нас ответственность, и мы можем спать спокойно этой ночью. Потом мы, конечно, расстраиваемся. Почему они говорят это так спокойно, а почему демократы так нервничают? Потому что демократы знают, что они воры, что они обманули народ, они знают, что они фейки сами из себя, что то, что они говорят и делают, это абсурд, это антинародное. А то, что говорит Трамп, Флинн и Помпео, они говорят это спокойно, потому что они понимают, что они говорят правду, потому что они понимают, что они на правильной стороне истории. И то, что они войдут в историю. А ни Шумара, ни Полоси, их помнить никто не будет через несколько лет, после того, как они уйдут. А вот Трампа будут помнить тысячи лет, потому что, во-первых, он единственный президент Соединенных Штатов, который что-то здесь сделал, он единственный, который был не политиком, и он единственный, которого они пытаются убить и даже устроили два импичмента, что никогда не было во всей истории Америки. Вот этот человек войдет в историю. А они все пропадут. Поэтому они нервничают, поэтому они психуют. Когда полковник бежит по коридорам Пентагона, это плохая примета. Нехорошая. Людей это вводит в панику. Когда твой командир спокоен, когда он уравновешен, тогда ты уверен в себе, и он говорит, что мы победим, это не значит, что мы победим. Это значит, что ты в него веришь, что он делает, что он знает. А то, что вы победите или нет, многие говорят, что они победят, но не побеждает. Поэтому, когда командир говорит, что мы победим, это не означает, что это фейк, что он вкидывает фейк, что мы победим. Он говорит, в то, что он верит. Поэтому, когда Помпео сказал, что будет мирная передача власти от Трампа к Трампу, он говорил, мы победим. Вот все, что он говорил. Это не фейк. Да, но я это не слышал от Помпео, хотя две его речи. Слушайте, вы там, ребята, сидите, гугольните, 21 век. Кто это сказал, чтобы наш спор закончился? Нет, нет, я хочу сказать другое. У меня к вам есть предложение такое. Вы получили уже почти 400 сообщений. Я не могу задать вам ни одного вопроса, потому что я просто не могу попасть в ваш спор. Вот вопрос такой. Юрий, к тебе вы говорите, что вы чистокровный демократ, но при этом вы за Трампа. Как можно это понять? Я чистокровный демократ? Где это я сказал такое? Ну, это написал Алан, а Дима, тебя обвиняют в том, что... Послушай, Алан, Алан, я насколько помню, он вообще у вас там какой-то обдолбанный. Алан, кончай, кончай временно. Юра, не надо обижать радиослушателей, есть разные... Я его не обижаю. Послушай, он меня называет демократом, это... Тут я хочу радиослушателям дать некоторое разъяснение. Тут меня обвиняют, что я вот недостаточно отвечаю Юрию и так далее. Потому что, смотрите, все-таки сегодня гость, главный гость на радио Юрий. И я вот, хоть Юрий меня вот обвиняет, что я его все время прерываю, но я ему пытаюсь максимально дать возможность предсказаться, потому что я как бы не являюсь гостем на радио. Вот. Более того, на 99% я с Юрой согласен. Вот. И, в принципе, готов идти во все те начинания, что он предлагает, вот, поддержку Трампа. Вот. И, в общем-то, на все остальные вопросы я могу ответить и без Юры. Потому что, в общем-то, у меня нету задачи поругаться с гостем на радио. Вот. Поэтому не надо вот тут разжигать, вот, что вот, почему я то не ответил, все не ответил. Сегодня главный, кто должен высказаться, был Юра. И хоть Юра меня обвиняет, что я ему не даю высказаться, но он сказал все, что хотел. Я не сказал все, что хотел. Я надеюсь, что у меня будет еще возможность сказать. Тем более, что моя точка зрения достаточно известная. Алло, алло. Да-да-да. Алло. Юра, ты нас слышишь? Юрий, меня слышишь? Юра, меня слышишь? Юра, мы тебя видим. Юра? Мы тебя видим. Видимо, пропал звук. Давайте тогда. Пока Юра налаживает звук, я хочу тебя что-то спросить. По вашему мнению, Дмитрий и Юрий, смогут ли противники Трампа сделать из него, его сторонников, изгоями, лишенцами политических и экономических? Как американцы могут этому противостоять? Смотрите, вот как мы можем противостоять, я точно не знаю. Алло. Да, Юрий, вы нас слышите? Алло. Да. Я вернулся. А, ну все. Вот. Админ. Смотрите, тут был вопрос, как мы можем противостоять. Вот пусть Юра ответит, как мы можем противостоять. Вот здесь я его готов поддержать. Потому что я точно не знаю, как противостоять. Противостоять чему? А Юрий просто, видимо, не услышал первых пять вопросов. Смогут ли противники Юра Трампа сделать из него, его сторонников, изгоями, лишенцами политически, экономически? И как Америка и американцы могут этому противостоять? Ну, они уже это делают. Вы знаете, что они всех нас объявили теперь террористами. Что все те, которые участвовали в демонстрации в Вашингтоне или вообще в демонстрации, это террористы из многих городах, сейчас полицейских, пожарников, городских работников, вычисляют, кто участвовал в этой демонстрации в свое свободное время, будут их увольнять с работы. А те, кто участвовали в погромах все лето, разрушении городов, убийства, им, наверное, дадут премию эти города. И мы уже видим, что они наносят сейчас вот такой хайп, делают, что будет 20-го числа и вооруженные восстания, вооруженные атаки на людей. Это они уже подготавливаются к тому, чтобы отнять, если у них уже получилось в принципе победа в том, что они отняли у нас право на свободу слова через тот же Твиттер, Фейсбук и все остальное, заткнули все СМИ главные, заткнули нас на мрты, это у них получилось, то теперь, значит, если ты носишь какую-то одежду или что-то, что называет Трамп, тебя могут снять с самолета, не дать тебе обслуживания в ресторане, Red Cross может тебе отказать. В общем, такая идет, значит, мы уже, если ты надел на себя шапочку Трампа, это все равно, что ты повесил себе желтую звезду сам добровольно в нацистской Германии. И уже мы видим, что одна из самых главных наших крупнейших оружейных компаний, у нее есть своя платформа, GoDaddy называется, сайт, уже Amazon сняли ее тоже, как и Parler сняли, прям целые миллионы людей, они просто их выключили, потому что не хотят. Но они не понимают одного, те, кто из нас, из Советского Союза, они не понимают одного, что ты можешь человеку вырвать язык, но это не значит, что он врет, это значит, что ты боишься, что он скажет. И чем больше глушили голос Америки, тем больше людей пыталось слушать голос Америки. Чем больше они гнобят... Да, и в Америке опять голос Америки дался возможность сказать Помпео. Да, теперь, если... Ну, голос Америки не тот, который сейчас, а тот, который был тогда. И если ты гнобишь кого-то так сильно, то ты понимаешь, что вокруг него начнут еще плотнее консолидироваться люди, еще крепче держать вот эту круговую оборону. И мы видим уже то, что они готовятся таким образом отнять у нас и вторую поправку Конституции, отнять у нас оружие. Мол, вот они уже и оружейную кампанию снимают с сайта, самую крупную, и говорят, что будет нападение оружейное, они все боятся за свою жизнь. Полоси уже ввела ужесточение, потому что наши конгрессмены, которые ходили в Конгресс и носили оружие с собой, имели это право, она хочет теперь у них отнять. Это право и сказать, что через металлический детектор они не могут проходить. Они должны через металлический детектор проходить, как и все остальные, а не давать свой пистолет вокруг. В общем, начинается и такое гонение. Ну и самое, что мне больше всего нравится, это то, что у нас уже... Они говорят, что у нас отличная молодежь, хорошая, прекрасная молодежь, потому что одна девочка уже сообщила властям, что ее мама участвовала в демонстрации в Вашингтоне. Ее мама... И Павлик Порозов. Да, ее мама уже, значит, пока у нас есть такая молодежь, мы можем не волноваться за советскую власть. Это, по-моему, сказал Микоян. Вот. И что мы можем сделать? В первую очередь мы должны не падать духом, в первую очередь. Мы должны понимать, что времена всегда меняются. Да, Америка зажралась. Да, трудные времена создают сильных людей, сильные люди создают добрые времена. Добрые времена создают слабых людей, слабые люди создают трудные времена. У нас сегодня, значит, вот слабые мы люди, мы создали наши дети, вот такие вот, что называется, Erase Generations, носить памятники, менять все революционно Че Гевары. Значит, вот с Че Геварой можно ходить, с террористом, который убивал детей в лицо перед их родителями, стрелял ему, это нравилось, и насиловал их перед родителями, это ничего. А вот Трамп, это террорист, самый настоящий, поэтому с ним никакое, ничего нельзя носить, тебя побьют. Поэтому я считаю, что самое главное не падать духом. Второе, голосовать на местных выборах, голосовать на местных выборах, мэров, местных конгрессменов от штата, города, участвовать в политике, ходить, писать своим местным властям, что вы против того, что они могут поддерживать демократическую партию или демократов, или республиканцев, которые ведут себя предательски, не имея ценностей республиканцев, участвовать в этом самим, быть волонтерами на подсчетах голосов, в разных вещах. И кто из нас может давать пожертвования на эти вещи, подавать пожертвования на этих активистов, которые сами ходят и делают в свое собственное время. Каждый может принять какое-то участие, каждый может сделать что-то. Но если мы зажрались, и мы считаем, что все остальные должны делать, но не мы, то тогда мы получим то, что мы заслужили. У меня пару вопросов, Юр, Дима, Фатер написал, в Штатах увольняют тех, кто топил за Трампа. В Канаду, в частности, до радиовера ФБР и канадская служба еще доберется. Вот такие угрозы мы получаем каждый день. А как ФБР доберется в Канаду? Канада не юрисдикция ФБР. Ну, я совершенно не боюсь, что они до меня доберутся, я не это имела в виду, Юр. А ты просто хотела почитать, что придурки пишут. Ну, я просто знаю, что когда у меня есть такие защитники и друзья, как ты, и Дима Щиклик, что мне боятся какой-то ФБР. Но я сейчас как бы не об этом хочу сказать. Вот я видела вчера список, который там и Дима, и ты, и я, и многие те, что нам еще покажут, нам устроят, мы узнаем, что мы получим за все то, что мы вот сегодня делаем и поддерживаем Трампа. Ну, честно говорю, мне совершенно не страшно. Не знаю, почему ты обещал меня взять, кстати, в отряд партизанских, когда он будет создан. Я, видимо, на это рассчитываю. Женщины берем, Саша. Нет, 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 мы берем. Женщины очень хорошие в партизанских. Женщины самые лучшие воины. Они самые лучшие снайперы. Они самые лучшие добытчики информации. Я буду... Сашенька, у Луи Щеглика будет параллельный отряд, ты будешь в моем. Договорились. Ну, вот я что хотела спросить. Вот сегодня на российских каналах, я надеюсь, я, Дима, тебя не буду этим проотражать, но я имею в виду, что я сейчас хочу сказать. Вот была девочка-блогер Лена Никитская на российском канале, по-моему, 600 минут называется, если не ошибаюсь. 60 минут. 60 минут. И вот ситуация такая. Я видела, как ерничают российские журналисты, ведущие, когда они ее что-то спрашивают, она что-то отвечает, и они это все немножко переворачивают. У меня такой вопрос. Я убеждена, что Америка останется сверхдержавой, как она и была всегда. Пройдут эти тяжелые времена, все станет на свои места, и все замолчат и успокоятся, и враги, а друзья будут радоваться. Вот мне интересно, когда это случится, а я убеждена, что это случится. Те, кто сегодня так радуются нашим, я говорю нашим, имею в виду Северную Америку, нашим проблемам, а вот как будем, неужели все перевернется опять вверх ногами, как сегодня я вижу вас, и Юру, и Диму, потому что я не знаю, что с моим экраном. Вот мне интересно, как потом все будет происходить, и что вы будете делать 21 января, 21 года, и Юра, и Дима? Ну, давайте доживем. Давайте доживем. Кстати, я был на российском телевидении, я там выступал, как Юра сегодня приблизительно, я там отдувался и за Америку, и за Израиль, вот, но я считаю, что все-таки то, что дают возможность русскому телезрителю все-таки довести правду, довести то, что есть на самом деле, а не то, что вот хочется сказать только русским пропагандистам, это тоже очень важно. И я слышал выступление этой девочки, ну, женщины, наверное, красивой женщины, на русском телевидении, она очень грамотно все хорошо разложила, и большинство русских людей, которые соображают, ее прекрасно поняли. Да, я согласна. Смотри, я 21 числа, мы должны дожить до этого, конечно, но я в солидарности с президентом Трампом, с моим президентом Байден, не мой президент, мой президент на колени встает, и не ворует, и не занимается бандитизмом. Поэтому моим президентом остается президент Трамп, по солидарности с ним, я думаю, что я даже не буду в стране. Я не согласен с тем, что происходит. Но это мой такой протест. Знаю, меня могут осудить, кто-то со мной согласен, кто-то нет, кто-то говорит, что Трамп должен идти на инаугивацию, кто-то нет. Я считаю, что он не должен, он не должен признавать этого, его изнасиловали, украли. Мы виноваты все в этом, конечно. Но это мое решение, я так захотел. Про российские каналы. Я скажу, что тебе заплатили вот эти 60 минут? Нет, тебе не заплатили. Тебя поселили в гостинице первого класса, там, в Бальчук? У меня в России прекрасная квартира. Не надо менять. Смотри. Не, 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 я не наезжаю сейчас на тебя, не волнуйся. Я просто хочу сказать, они мне предлагали деньги, 60 минут. Они мне предлагали лететь бизнес-классом, они мне предлагали Бальчук. Только чтобы я выступил. Они два года меня домогались, а то, может быть, и больше. Я отказывался все время. Она лично со мной разговаривала. И я отказывался всегда от этого. Я сказал, никаким образом я не буду коллаборантом в их деле. Потому что я понимаю, что они будут меня использовать в этом. Они прислали мне, что американский посол там выступает и все. И что, как они присылали мне, видите, это... Я сказал, нет, я не буду. Потому что 60 минут. Они даже придумать ничего нового не могли. Содрали американское название программы. Потому что у нас была такая... А, кстати, шоу, в принципе, взятый американский шоу. Да, они даже скопировали это. Дело все в том, что когда ты говоришь, что ты хочешь россиянам донести, выступая на этих программах, и это я говорю и Лене, и Дуднику. Если россияне хотят что-то услышать, чтобы до них донесли, то не обязательно участвовать... А? Алло? Повтори. Что повторить? То, что ты говоришь Лене и Дуднику. Я говорю Лене, Дуднику, тебе, всем, кто туда ходит на эти программы. Вы получаетесь коллаборантами с ними. Потому что если люди, как вы считаете, что вы россиянам доносите какую-то другую сторону, или другое мнение, то если те россияне, которые хотят услышать это другое мнение, сегодня 21 век, не стоит ходить на эти каналы и их поддерживать. Они могут точно так же включить интернет и посмотреть нашу программу Радио Вера. Они могут посмотреть это везде. Не обязательно на этих 60 минут. Эти 60 минут или там другие российские, они используют нас. Меня, например, использовала RTVI. Много. Я с ними ругался. Я потом понял, что они просто используют меня. Они используют для легитиментации своего канала, что, мол, мы объективные, вот даже мы такого радикала, как Табаха имеем здесь, используют. Точно так же эти 60 минут это делают. Поэтому я призываю не участвовать, а бойкотировать эти российские каналы. Ничего мы им не доносим. Они используют нас. У нас вчера выступал или позавчера Стив Дудник там. И когда он рассказывал про... Что он участвовал во время этого демонстрации в Вашингтоне 6 числа, и он рассказывал, как там не было полиции, он рассказывал, как там люди шли, как там начались безобразия эти все. И она это... Ведущая. Ведущая, да. Ведущая такая кобылка. Она беременная сейчас, Юр, не надо. Ты серьезно? Вот ты меня не обрадовал, потому что вот эти гены, этот генофон не должен размножаться. Но, слушай, я человек военный. Мне сообщили информацию, я высказал, что я думаю про нее. И... Ну, плохой генофон, ну, что я могу сказать? Плохая ора. Она сразу же сказала такую вещь, ну, украинский сценарий, украинский сценарий. Все, Дудник ей уже подмахнул. Они услышали, ну, все, в Америке вот эти вот сценарии цветных революций, вот она и к ним пришла, и все такое. Хотя никакого общего, ничего, демонстрация в Вашингтоне в поддержку президента, который сейчас президент, и цветных революций, которые хотят свергнуть президента, и которые там находятся, ничего общего не имеют. А потом он сказал такую вещь, что когда она его спросила, а вы будете еще вот там участвовать в демонстрациях, в этих протестах в Вашингтоне, вот там 20-го числа, он говорит, нет, она говорит, ну, вообще в демонстрациях не будете, значит, сейчас. Все, она перевернула. Он сказал в 20-е, а она уже, что он, что вот это такой толстый, ленивый, не очень далекий, далекий, мудак-американец. И все там стояли хлопляют. Вот чего добился Стив Дудник. Хотя он должен быть профессионалом, он должен быть детективом. У меня сегодня вечером с ним передача. Если вы думаете, что я ему это не скажу, я ему это все в лицо сегодня скажу. Надеюсь, что он не видит радиоверы, а то его предупредят. Юр, смотри, доля правды есть в твоих словах, но нас смотрят тысячи, а их смотрят миллионы. Нет, их не смотрят миллионы. Смотрят? Ну, слушай, столько дебил нету в мире. Нету столько дебил. Смотрят какие-то старики, которые сидят, радуются, у них пенсия пришла, и они радуются, что в Америке еще хуже. Привожу тебе пример. Когда я делаю рекламу на телевидении, вот, продажи идут вот так. Когда я делаю в интернете, продажи идут вот так. Так что телевидение... А что ты рекламируешь? Может, я куплю тоже? Я рекламирую свою диету, которую люди едят и худеют. У меня... Там водка входит в нее? Только если со мной отдельно договориться. Тогда я с тобой отдельно договорюсь, потому что любую другую диету я не люблю. Ну, водка самый калорийный продукт. Какой? Самый калорийный. Самый калорийный? Самый калорийный. 100 грамм водки, это считай, что ты суточный килограмм закрыл. А самогон? Это одно и то же. Что-то я не вижу, что... Самогон не пей. Мне твоя диета не нравится. Что-то я не вижу, чтобы вы оба были толстыми. Это по поводу алкоголя. Вопрос такой. Ваше мнение о ближайшем будущем Украины после инаугурации Байдена 20 января стоит ли ожидать перестановки в Раде? Я не вижу вообще... Я, Юр, скажу первый, потому что ты сейчас будешь... Дам тебе возможность разбомбить все это. Я не вижу вообще будущего Украины, к сожалению. Юра. Я вижу будущее Украины. Я вижу хорошее будущее Украины по многим причинам. Одна из причин, что там народ буйный. Они зигзагами, шаг назад, два вперед, но они идут вперед. Они устанавливают демократические институты. Сто раз не получается, один раз у них получается. Они в последний раз устроили Майдан на избирательных участках. Смели всех, поставили нового президента и всю новую Раду поставили. Что-то получилось, многое не получилось, но они все равно... Они не рабы. Они не... Аж бунтуют. Сверху с новым президентом. Ну, я думаю, что у него был такой высокий рейтинг, и он... На него было поставлено так много ожиданий. Ну, в принципе, как и на Порошенко много ожиданий было на президента, на нового президента. Вот у нас с Трампом было мало ожиданий, а популярность потом выросла сильно. А вообще-то наоборот. Сначала у тебя на нового президента много ожиданий, потом он, конечно, не может. У Зеленского огромные, конечно, проблемы, потому что он, как и Трамп, у него нет команды. Знаете, это когда политики приходят, это как разведчики. Когда мы идем в дозор, нам надо сколотить команду. Это забирает очень долго, потому что должны быть все правильные люди, у них должны быть связи. И когда ты в политике, там, президент, тебе нужны люди, которые в политике, которые из эстаблишмента. У них есть связи, они знают ходы, они знают выходы. Когда приходят люди, как Трамп или Зеленский, не из этого, каких бы они хороших людей не ставили, они все, это не команды, они начинают строить эту команду. Вот, наверное, Трамп только начал выстраивать команду после четырех лет, к сожалению, вылетел. У Зеленского то же самое. Какие бы эти классные ребята из 95-го квартала не были, у них нет связи, у них нету этих контактов. Поэтому ему, конечно, выполнить все обещания, которые он давал, в самую большую, это борьба с коррупцией, у него не получается. Это расстраивает много людей. Ну и, конечно же, как ты говоришь, он пытается договориться с Россией, что тоже очень многим в Украине не нравится, потому что они понимают, что любой договор с Россией это обман, что-то отнимут еще или что-то, значит, ничего хорошего из этого не выйдет. Это не так, но не буду вступляться. Поэтому, поэтому, ну, как это не так, знаешь, ты хочешь сохранить и честь, и достоинство, и, знаешь, залезть на елку и не поцарапать жопу, ну, такого не бывает. Поэтому ты, когда садишься за стол играть в карты, садишься с шулерами, ты дурак, ты понимаешь, что ты проиграешь. И, ну, многие люди это делают, потому что они думают, что в этот раз у них это получится. То же самое, как строить социализм. Вот в этот раз у нас в Америке получится. Никогда не получалось везде, но вот у нас сейчас везде получится. Каждый раз одно и то же. И в Украине ситуация сложная. Более того, я скажу, сейчас я закончу, сейчас я закончу, сейчас я закончу. И когда сейчас придет новая власть, самое, я считаю, которое будет сразу видно, что мы моментально почувствуем, может, там Китай, все остальное, это все будет долго играющая такая клизма. А быстрая такая клизма будет вот это, то, что нефть пойдет вверх, в России появятся опять деньги, она начнет вставать с колен, и в первую очередь Россия была унижена Украиной. У нее не получилось с Украиной то, что Путин хотел с этим сделать. И будет, может начаться следующая агрессия против Украины, что опять же будет подрывать Украину, но я надеюсь, что в этот раз Украина уже будет более, более готова к этому и подготовлена к этому. Поэтому наоборот, я вижу, что очень многие страны на стороне Украины, у нее много союзников, в отличие от России, у России нет никаких союзников, у нее большие стратегические союзники, включая Израиль, включая Польшу, включая Соединенные Штаты Америки, Европу. И поэтому я надеюсь, что я вижу нелегкое, но светлое будущее Украины. Я хочу сказать, чтобы вы понимали, когда вы смотрите программу и разбирались в социальных сетях. Когда Дима говорит, что нас смотрят тысячи, он абсолютно прав. Пишут порядка двухсот человек. Если вы этого не понимаете, я вам это объясняю. извините, пожалуйста, да, Дима? Извини. Значит, я хочу сказать следующую вещь, что мне как раз обидно, я родился и вырос на Украине, и в принципе знаю Украину, у меня там очень много могил, у меня там расстреляны дедушкой, бабушкой, очень много родственников, вот, но при этом я всегда помню тех украинцев, которые спасли моих родственников, и согласно Толбуду, качество, оно всегда преобладает над количеством, но, смотрите, на сегодняшний день украинцы, понимаете, очень хорошо сыграть президента хорошему артисту, которым является Зеленский, но сыграть артиста на экране, сыграть президента на экране, и быть реальным президентом, это, как говорят в Одессе, две большие разницы, и пока президент Зеленский и его команда абсолютно безграмотных, и абсолютно, ну, людей, они не знают вообще, что делать, вот просто они не знают, что делать. У меня, да, у меня вопрос к вам, потому что я хочу успеть, с вами очень трудно, вы такие оба харизматичные, что задать у меня вопрос шансов почти ноль, я их крестну все-таки, Дима и Юрий, если эти бандиты и негодяи, кто-то устроил все в Америке, бегнут палку с санкциями трампистов, то не расчехлят ли вторые 400 миллионов огнестрельное оружие? Я не понял вопросу. Я не понял. Если санкции, которые сейчас, не санкции, а эти ситуации в Америке будут усугубляться и дальше, достанут ли те люди, которые за Трампа оружие, не начнется ли гражданская война в Америке? Я не предсказатель будущего, все возможно. Возможно, марсиане прилетят и наведут порядок. Я хочу сказать, что про Украину я с тобой там не совсем согласен, потому что в Украине я тоже не совсем понимаю, какая у них структура власти. У них не совсем президентская власть и не совсем парламентарская власть. У них какой-то вот такой гибрид между двумя. Поэтому Зеленскому так же тяжело. Конечно, многих людей, которых он поставил на должности, как и Трамп, они не справляются, они не могут сделать то, что они должны сделать по многим-многим причинам. Одна из причин, что они могут быть профессионалы в этом деле, ты можешь быть лучшим хирургом в мире, но это не значит, что ты будешь хорошим министром здравоохранения, это другая категория людей. И если ты, но он не только был же актер, он все-таки был и бизнесмен, он был организатор, говорят, неплохой. Я не знаю. Говорят, что он единственный, который не ворует, это такие хорошие его качества. Но опять же, хороший, что он не может уволить, потому что он дружит с этим человеком, он его не может уволить, как вот Трамп мог, он там родную маму мог послать, чертую мать, если они не выполняли то, что нужно было выполнять. Но нет такой, конечно, должности в армии или в правительстве хороший парень, добрый парень. Это, наверное, одна из таких больших проблем Зеленского. Я не знаю. Дело все в том, сейчас, 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 подожди, подожди. Но у него парламентарская система, у него не все власти, не все министры, это поставленные им или его друзья. Например, один из самых сильнейших и могучих министров, это министр внутренних дел, он не человек, не человек Зеленского. Также губернаторы, мэры городов, у них очень влиятельные мэры городов, Киева, Львова, вот Харькова только что умер, очень влиятельный Кернис. они не принадлежат Зеленскому или его партии, они тоже такие царьки в своем роде. Ну и, конечно, олигархия там играет огромную роль, люди с огромными деньгами, которые, как и у нас, как и у нас, мы видим, как эти олигархи у нас, особенно в СМИ и в соцсетях, как они сделали эти выборы, они управляют нашей страной, а не президент. Рычаги у них, а не у президента, самый могучий ядерный державе в мире. Но абсолютно нельзя сравнивать Зеленского с Трампом, потому что Трамп при всем при этом запустил мощную экономику в США и даже пандемия искусственно созданная не смогла уничтожить экономику, которую создал Трамп. Ну, смотри, смотри, я не сравниваю Зеленского с Трампом в экономике или в ведении войны. Я их сравнил в том, как им сложно обоим сколотить команду, сколотить правильную команду. Зеленскому намного сложнее, наверное, чем Трампу, потому что у него идет война в стране, потому что там никакой экономики нет. Ну и коррупция, конечно, там намного сильнее, чем в США. в США. Я их сравниваю только в одной категории, в том, что они оба не политика. Они пришли в политику из мира бизнеса. Они пришли в политику другого, и у них нет политической команды, у них нет, как сейчас, вот Байден ставит, кого он ставит на все ключевые места? Всех обамовских людей. Обама ставил всех клинтовских людей. Буш младший ставил всех людей, которые были там у папы Буша. И так оно идет. Эти команды, они, конечно, выращивают новую кровь, старые уходят, новые приходят, но команда, сама команда остается. Вот этот дозор, в который мы идем, остается. Командир может поменяться, санитар может быть, снайпер может поменяться, радист может поменяться, но не все сразу. Не все сразу, и все время идет отрицать. В этом я сравниваю их, а не в том, что экономика, не экономика. Зеленский пришел к власти, 73% поддержки, у него в это время он мог сделать все, он мог поменять всю команду, он мог очистить болото в два дня. Он этого не сделал. Только по одной причине, он не знал, как и почему. Я, в принципе, к Зеленскому, как к актеру, как к продюсеру, он сделал блестящие фильмы, он сделал блестящее шоу, все отлично. Но он оказался абсолютно не политический деятель и не президент. Он ничего не мог сделать. Трамп смог сделать очень многое. Очень многое он мог сделать. вот это проблема. Да, но у Трампа другая проблема, знаешь. У Трампа другая проблема. Трамп взял на себя бороться со всем миром одновременно, с Китаем, с Россией, с Ираном, с Кореей. но в основном, в основном, с Китаем. Он взял, он взял на себя военную, промышленную индустрию, фармацевтические компании, он взял на себя весь Конгресс и Сенат, чтобы на них были тоже ограничения, сколько они могут там служить, или они 40-50 лет, и только как в пролет-бюро ногами вперед их можно оттуда вынести. Всех и республиканцам это тоже не нравилось. Он был не часть этой элиты, он был не часть эстаблишмента. Он начал жевать Трамп больше, чем он мог проглотить, а мы ему в этом не помогли, и так далее, и так далее, и так далее. Он взял на себя вот СМИ разрушить Амазон, чтобы Амазон не было монополии, чтобы Фейсбук не был монополии, Твит. Он взял много на себя, чтобы сделать. И каждый президент делал там одну или две вещи, а он на себя весь мир принял. Хотел он это или нет, но так получилось. Так что у него другие проблемы, чем у Зеленского оказались. Но оба оказались, в проигрыше оказались, оказался народ. Потом, конечно, сравнивать нельзя Зеленского с Трампом. Если Зеленского завтра не будет, в принципе, в мире ничего не изменится. Трампа не будет, в мире изменится и придет Байден, сейчас в мире будут огромные изменения. Это повлияет на весь мир. Это повлияет больше на Украину, чем если там Зеленский или Порошенко. Это точно. И на Израиль это повлияет. На весь мир это повлияет. На Россию это повлияет. Я хочу попросить наших слушателей и зрителей писать поделикатнее и не оскорблять никого и ничего. Пусть оскорбают, мне нравится, пишут как умеют. читай, наоборот, так интереснее. Что там Илан писать? Аслан или Илан? А партизанкой я буду достойной, можете в этом не сомневаться, и нечего меня в этом обрекать. Саша, кто это написал? Это буду решать я, а не вы. Какой Саша будет партизанкой? Вот это мое. Послушай, у обоих гостей столько энергии, что им тесно в одном эфире. Вас уже отключили от Фейсбука, сейчас трансляция идет только на Ютьюб, а вы приглашайте чаще Табаха и на Ютьюб тоже трансляции не будет. А мы будем продолжать делать то, что делаем. Можете вот это писать. Это да. А вот, кстати, я хотел задать вопрос, у нас буквально 10 минут до конца эфира остается. Вот отношение вас, Дмитрий Иванович, Юрий, к тому, что происходит сегодня с цензурой, это отключение Дональда Трампа от всех практически ресурсов и то, что это цензура и на Фейсбуке, и на Ютьюбе. Вот как бы вы прокомментировали то, что происходит вот на этих платформах? Ну, это и есть цензура. Это самое интересное, что это они не Трампа отключили. У Трампа на Твиттере было 88 миллионов подписчиков. 88 миллионов подписчиков. У Байдена, по-моему, там, не знаю, несколько человек. И Байден выиграл, Вот и тебе показатель, кто победил на выборах. Да, это мне показатель, кто победил на выборах. Они отключили почти что 100 миллионов людей. Взяли и отключили, неважно. это же опалилось, 5 миллиардов потеряли за 2 дня. 5 миллиардов потеряли за 2 дня. Допустим, им, по-моему, пофигу, 5 миллиардов, если у них 500 миллиардов. И они, допустим, отключили такую, с Фейсбука отключили такую программу тоже, в которой было много-много, полмиллиона людей было в этой группе. Она называлась Walk Away. Это люди, которые там выступали, почему они покинули в течение одной минуты или полминуты, почему они ушли из демократической партии и перешли в республиканскую, почему они за Трампа. Там и чернокожие, и латинос, и евреи, ну, всякие-всякие люди выступают. Взял в Фейсбуках, просто ни с того, ни с сего, взял и тоже отключил. И вот этот парень, который вел эту группу, как бы, он говорит, я вообще не понимаю, но я надеюсь, меня вернут. Вот тоже наивный такой человек, он считает, что какая-то логарифма там сработала, и поэтому, значит, его брали. Я ему хотел, хочу сказать, что нельзя таким наивным быть, чтобы заблокировать группу, в которой находится полмиллиона человек, никакой логарифм решить не может. Это кто-то на высшем уровне решил. Это не меня отключить там или еще какого-нибудь поца, а этот 500, полмиллиона человек. А тут 88 миллионов и американского президента. Это нас всех отключили, это на нас, на всех навели цензуру, что можно говорить, что нельзя. Но больше всего мне нравится аргумент, что это частные компании, они что хотят, то и делают, могут вас отключить, могут вас не отключить. Во-первых, это частные компании, которые попадают под закон, они утверждают, что они просто городская площадь. Вот на городскую площадь можно иметь монополию? Нельзя. А на городской площади они говорят, каждый может вывесить свое объявление, стоять на площади и рассказывать, что он хочет говорить на площади. Это и есть демократия. Вот мы просто такая площадь, поэтому мы не платим налоги, поэтому нас судить нельзя. Такой закон 230 есть, поправка. А сами они вводят цензуру, они ходят и срывают или затыкают рот, кто выступает, или срывают эти объявления, которые люди вывешивают на этой площади. И кто-то вдруг теперь говорит, подождите, так это не площадь, тут кто-то ее мониторит, она кому-то принадлежит. А они говорят, ну это частная площадь теперь, это наша частная, поэтому мы можем делать что хотите. А у меня частный магазин, я, например, не хочу обслуживать ни в этом частном магазине никого, кто слушает радиовера. Имею я на это право или нет? Или хромых не могу, не хочу обслуживать, или евреев с собаками я не хочу обслуживать. Это мой частный магазин, это моя частная лавочка. В суд меня посадят, меня закроют магазин, мне штраф влепят за расизм, за сексизм, за что угодно. У нас был такой случай у нас, который гример на всю страну, когда глубоко религиозные люди, у них бейкери, это пекарня, глубоко религиозные люди два раза в день в церковь ходят. Приходят два гомосексуалиста и говорят, мы хотим пожениться и заказать у вас торт на свадьбу. Они говорят, извините, простите, ничего личного, но наша вера этого не позволяет делать. Они подают на них в суд, этим вляпывают штраф и после всего лишь они должны были все равно торт им испечь. Приказал судья. Они не могут делать, хотя они им говорили, вот рядом точно такая же есть тоже пекарня, пойдите туда, вам там торт сделают, там люди не такие глубоко религиозные, как мы. это так можно. То же самое человек, который возглавляет, у нас такое есть Proud Boys, гордые парни. Их называют экстремистской организацией, российской организацией, хотя я ничего не видел, чтобы они или слышал, чтобы они что-то такое делали, кроме того, что мирные демонстрации они охраняют и отбивают Антифу, если Антифа налетает на эти демонстрации. Это крепкие такие парни. Так вот, их лидер, его арестовали в аэропорту, не разрешили въехать в Вашингтон. За что? За то, что он сжег флаг Black Lives Matter. Нельзя, это расизм. А сжечь американский флаг, за который погибло миллионы людей, американцев, чтобы мы сейчас могли жить, в которых моих товарищей погибших заворачивали, этот флаг можно сжечь. Это свобода слова. Вот такие, конечно, если произошли какие-то беспорядки у Капитолия во время, когда там миллион человек собралось разгоряченно, или полгода могли сжечь города в Америке. Вот когда полгода сжали города Америки, это те, которые поддерживают Байдена и Камалу Харрис, это демонстрации свободы слова. А вот это, это террористы. Причем все, все, кто теперь участвовал в этих демонстрациях, и вообще все, кто за трап, террористы. Конечно же, вот эти двойные стандарты ни к чему хорошему не приведут. Ни к чему хорошему не приведут, и это очень опасно. И за это еще сделали импичмент президенту второй раз. Никаких призывов он к насилию не давал, ничего, он такого не говорил, наоборот, говорил, идите туда мирно. Я хочу напомнить, что 21-й год полностью по календарю совпадает с 37-м годом. Полностью. Ну вот. Я хочу вас... Тогда мне это напоминает анекдот, когда Брежнев снял брови, повесил их на усы и сказал, пошутили и хватит. Я не слышу тебя. Спасибо. Вот здесь идет в ленте сообщений, часто повторяется фраза, а вам, Александра, за базаром придется следить. Я хочу спросить вас, Дима, если закроют радио, вот, я не знаю, если так пишут все время, что будешь делать, какие будут действия твои? Мы откроем радио Иргун. Что значит, Юр, за базаром придется следить, вот то, что, ну, я, конечно, не сравниваю себя с Трафом, его отрезали сегодня. Не, я думаю, что, я не знаю, кто это пишет, тебе просто написали за базаром следить, что ли, или что? Чтобы лишнего не говорили сейчас, потому что... Я думаю, это потому, что мы с Димой поспорили в первой половине нашей передачи так яростно. Кто-нибудь, наверное, воспринял это, что у тебя на передаче идет базар. Я думаю, что это так. Вообще, в принципе, если вам базар не нравится, идите с базара, идите в какой-нибудь фишемебельный магазин и там покупайте продукты. Чего вы тогда здесь торчите на базаре? И еще один вопрос. Каждый делает, что он хочет. Это точно. По вашему мнению, Дима и Юрий, какие шансы разжигания нового военного конфликта, новой администрации Соединенных Штатов для отвлечения общества от внутренних экономических проблем? Помпео уже заявила об угрозе Ирана, может быть, Тайвань и Россия, и Америка, какие ждут их отношения? Вот то, что спрашивают наши ученики. Я не предсказатель будущего, я не знаю, но то, что с Ираном у нас постоянно угроза, это неважно с кем, это у нас с Ираном с 79-го года идет бесконечное, поэтому я не знаю, я знаю, что при Обаме иранцы захватывали наших моряков, хулиганили, делали ужасные вещи, точно так же, как и Путин тоже, летали над нашими кораблями, устраивали, гонялись за нашими броневиками, занимались хулиганством, а при Трампе этого не было, это все было приостановлено, и поэтому насчет этого я не знаю, насчет того, что где-то еще начнут войну, ну, это всегда есть возможность в этом, особенно, чтобы, я не думаю, чтобы отвлечь внимание, но чтобы усилить свою власть, это все, все делали президенты, все делали генсеки, они начинали где-то войну, и вокруг них консолидировался народ, но недолго, обычно, и вот это только Трамп вытащил нас из всех войн, демократы, к сожалению, никогда не умели разговаривать с Россией, и я думаю, что и сейчас Обама будет вот все эти отношения загонять в болото, то есть не Обама, а этот, Байден. А я думаю, наоборот. Наоборот, что? Я думаю, что они с Россией как раз начнут вести себя довольно-таки лояльно, не как Трамп. А я об этом и говорю, лояльно, они в болото, это все загонят. Они с Россией начнут фас-фас иметь дела. Опять же, потому что там, понимаешь, что это такой треугольник, получается, в который весь мир попал. Россия, Украина, Россия, Америка и Китай. Да, но я думаю, что если бы Байден, черт возьми, если бы Трамп остался на второй срок, он в результате договорился бы с Россией. Все к этому шло. Трамп поднимал значение важности договориться с Россией, и он бы договорился с Россией. Он единственное, о чем бы договаривался с Россией, это по отношению к Китаю, чтобы иметь дело с Китаем. Но Трамп сделал очень много вещей, которые были антироссийские, я их могу, а Обама наоборот. Они говорят, то одно, а дело и другое. Трамп закрыл все консульства российские, Трамп понизил цену на нефть, Трамп внес санкции против Северного потока, Трамп перевел ракеты и войска из Германии в Польшу, это Трамп дал летальное оружие Украине, чего Обама и Байден не давали. Которые она начала красиво перепродавать. Я не знаю, у меня нет таких факторов, что она... Я тебе скажу, я служил в этих войсках, которые следят за оружием, они не могут его перепродавать, потому что мы ведем учет за каждым. это оружие, уже есть у Донбасса. Нет, то, что оружие, которое мы... оружие, которое мы дали, этого быть не может, потому что у нас есть целая... У нас есть целая организация, в которой я служил, ты можешь на нее посмотреть, называется Defense Threat Reduction Agency. Ты что, не знаешь, что при Порошенко просто продавалось оружие на Донбасс? Но не американское. Не американское. То оружие... Послушай меня, я в этом участвовал. Опять же, я в этом участвовал. Не надо мне говорить, что я делал. Я в этом участвовал. Мы передавали... Я когда служил в Польше, моя ответственность была... Это подготовка спецназа польского к Ираку и передача оружия польской армии. Корабли, вертолеты, автоматы, пули. Все. Мы все это пересчитываем. Мы все... У нас есть целые инспекции, которые ходят, которые ходят и это просматривают. Я тебя уверяю, что раз в три месяца американские военные в Украине пересчитывают каждый джувелин и каждую снайперскую винтовку. Никуда они ее деть не могут. Это был бы огромный скандал. Поэтому этого... Потом Трамп еще что сделал. Он... Ты же бизнесмен, ты понимаешь, какой урон он внес России с падением цен на нефть, потому что он разрешил добывать нефть в Америке и мы стали самым большим экспортером. Исландцевый газ. А самый еще огромный урон в экономике России, что Трамп сделал, это то, что у России самый большой клиент по покупке оружия был кто? Иран. Нет, Индия. И... То есть и раньше? Раньше? Всегда, всегда исторически Россия больше всего оружия продавала Индии. И Трамп это перебил. Да, теперь самый большой... Это миллиарды и миллиарды долларов. Самый большой поставщик оружия Индии и Пакистану, это Соединенные Штаты Америки. Так что никаким никаким образом Трамп не делал никаких дружеских своих решений в пользу России. С другой стороны... Подожди. С другой стороны... Почему Россия так хотела, чтобы пришел Трамп? Сейчас объясню. А вот Байден, наоборот, Байден это единственный сенатор, который больше всего еще с самых ранних лет еще при Советском Союзе ездил в Советский Союз и в Россию. Он все время с ними договаривался. Его там принимали очень быстро. У Андрея Иларионова есть очень хорошая передача про это. Есть у... Забыл этого правозащитника, он курил все время, умер недавно. Такой сидел... Как его звали? Забыл. Он... Что есть даже архивы, где Байден сотрудничал с Россией. И это он не давал Украине сопротивляться. С ними они как раз могут договориться. Почему Россия была за то, чтобы избрали Трампа в президенты? Объясню. Потому что КГБшник, он может быть подонком, он может быть уродом, но он не дурак. Поэтому если он говорит, что он хочет Трампа в президенты, значит будут голосовать за Байдена. Если бы он говорил, что он хочет Байдена, тогда бы американцы голосовали за Трампа. Это такая психология. Поэтому когда Жириновский кричит Трамп наш, это значит будут... Американцы будут голосовать за Байдена. Если бы Гитлер в 42-м году говорил, что Рузвельт и Чорчилл вот это вот нормальные ребята, мы с ними сможем договориться, а остальные нет, то американцы и британцы бы голосовали против них. Понимаешь логику в этом? Да, это логично, но не так, да. Не работает. Но тебе не нравится, не работает. Объясни мне свою логику. Это не так. Я думаю, что мог бы договориться с Россией на абсолютно американских условиях и это устроил бы весь мир. Каким образом? Как бы он договорился? Почему он не договаривался? Почему он все четыре года строил козни России? Козни отбивался. Здесь, внутри отбивался. Поэтому наносил такие смертельные удары России. Я ни одного смертельного удара не нанес. Россия экономика развалилась и рубль грохнулся при Трампе. Смотри, Россия использовала эту ситуацию для решения внутренних проблем. Я вам хочу что-то напоследок сказать. Во-первых, вы просите пригласить Андрея Иларионова. Он на радио обычный либерал и слушает то, что говорит CNN. Нет, ты его с кем-то путаешь. Это помощник Путина. Андрей что-что? Иларионов, который был помощником Путина, да? Да, но он совершенно не либерал и он совершенно не за Путина. Он как раз очень разумный, умный человек, который знал, которого очень огромные знания. Альбас и Шендерой тоже не забыли. Этих полудурков брать нельзя. Нельзя сравнивать. Иларионов, ты, видимо, не слушаешь его. Послушайте, я его знаю лично, Иларионов. Он их критикует. Он как раз говорит, что они уроды. Он единственный из всей этой банды, который правда знает тему, правда умный мужик и правда говорит то, что как это происходит. Не все он говорит лестно, но он очень интеллигентен и он очень грамотен. Иларионов грамотный мужик. Поэтому на него сейчас и наезд здесь в Америке. Потому что он первоначально был против Трампа. Ему Трамп первоначально не нравился. Потом он как человек мыслящий, у которого очень хорошо развито аналитическое мышление, он повернул обратно. Точно так же ему сначала Путин нравился, а потом как человек мыслящий с аналитическими возможностями, он решил, что нет, он стал против этого. Я вам хочу напоследок сказать две вещи. Одну хорошую, другую не очень, Юра и Дима. Что касается хорошей, продолжайте эфир, если можно, когда мы еще увидим такой интересный тендем. А теперь очень и не очень. Собрались два еврея, Табах и Щиглик, и показывают всему миру, что обществом на планете Земля правят именно эта национальность, которая уже обнаглела до такой степени, что считают, что они все знают, и эта ведущая тоже похожа на ее грассирующий не из русских. Так что что это за радио и что это за компания нам уже понятно. Смотри, то, что мы управляем миром, это хорошо, потому что тот, кто это написал, им должен кто-то управлять. Если им будут управлять татары, они ему бошку отрежут. Если им будут управлять русские, они просто ему не дадут пить, сами все выпьют. Поэтому евреи это лучше всего, чтобы им управляли. Потом он же наверняка какой-нибудь христианин, и Бог его, это наш еврей, поэтому мы должны им управлять. Так уж устроен мир. Раз Бог еврей, значит, и мы управлять должны, мы управляющие, поэтому он должен смириться с этим. А у нас кто-то есть неевреи тут на радио? Или мы всех четвером евреи. Нет, не все. Вот, и поэтому он должен смириться и дать нам им управлять. Я понимаю, что хочется сопротивляться, но серой массы в голове не хватает, и поэтому надо просто смириться, как баран, и мы будем управлять им неплохо. Он будет накормлен, иногда даже умыт, а может быть даже а это нельзя на радио говорить. Смотрите, если говорить серьезно, то в западном мире все идеологии написаны евреями, и никуда от этого не денешься. Напишите свою идеологию, с которой можно будет работать. ты глупость опять, знаешь, ты вот ты говоришь, говоришь, а потом берешь и ляпаешь какую-то глупость. Чтобы написать идеологию, надо все буквы знать. Ты думаешь, этот человек знает все буквы? Этого я не знаю, но вот, я мыслю, что нет, не может он знать все буквы. Как я люблю, когда дебилы пишут. Так я люблю, когда дебилы пишут. Спасибо, Сашенька. Юра, Дима, это касалось больше меня, потому что вы же так не грассируете элегантно, как я, это... Чего мы не делаем? Не грассируете. Там много букв Р, не заставляй меня говорить это слово. Так что... Я даже такого слова не знаю. Ну, это значит... Тут пишут, тогда это русское радио, еврейское радио на русском языке. Ну, да, у нас русское сионистское радио, мы никогда этого не скрывали, кстати. Я не знаю еврейского языка. У меня другие части тела еврейские, могу показать, но тогда точно закроют радио. Покажи. Покажи. Не, 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 не сейчас и не в этой программе, пожалуйста. Это в другом месте. Ну, Дима... А я всегда хотел в другой программе выступить. Это я догадалась. Ну, нет, я когда говорила, то не нравится моя буква Р, Юра, понимаешь, вот это не нравится. А я нахожу это очень сексуально. А, да, замечательно. Это опять в другой программе, Юрий Тапов. Ну, я хочу поблагодарить вас сегодня, Дима и Юра. Я вам честно скажу, я боялась этой передачи. Я искренне этого боялась, потому что я знаю Диму и Юру, как они могут разговаривать, а вы друг другу вряд ли выступать начали. И я думала... Как ты, Юрий, все время уступал? Я вообще ему все время уступал, я молчал все время. Все время я молчал, он все время говорит, я все время ему уступал, просто потому, что он красивше и старше. Юра, Юра, я тебе все время уступал, я, и я большую часть молчал. Я вообще слова не сказал, ты все время тарахтел. я хочу поблагодарить вас, ребят, и сказать, что мои страхи были совершенно напрасные, потому что более интересного эфира я не помню, и мне очень нравится, что в моей жизни, когда сослучились эти люди, я считаю себя счастливым человеком, потому что нужно что-то очень уметь делать, говорить, как-то думать, чтобы эти люди обратили на тебя внимание, а на меня, похоже, обратили. Спасибо. Я хочу сказать еще, что нашим слушателям, что если вы думаете, что мы с Димой там ругаемся, это не так, просто я, человек военный, я говорю громко и четко, не то, что люди хотят слушать, но с Димой мне интересно обращаться и разговаривать, и рассуждать на эти темы. Как только вы неинтересный интеллигент, и меня можно затоптать. Ну, Спасибо. Ребята, всего самого доброго. Все, пока-пока. Спасибо. Спасибо. Сегодня старый... Отключился. Ну, вот таким получился наш следующий снисер, если я хорошим или плохим это судить вам, на мой взгляд, он получился. В любом случае было интересно, несмотря на то, что вначале действительно были жаркие споры, причем, споры, даже я бы назвал в одном ключе спорили по мелочам в основном, а в глобальном, конечно, наши сегодняшние эксперты, в общем-то, сходятся и всегда сходились во мнении. Ну, настраивайте завтра на 96.1 FM на нашей странице YouTube и Facebook. Правда, сегодня почему-то Facebook у нас не вещал, но все-таки будем надеяться на то, что это не происки врагов, а технические какие-то неполадки, не знаю, с чем это связано, но будем разбираться. Сегодня у нас Facebook не было, мы выложили соответственно трансляцию, которая шла на YouTube, поэтому я думаю, что те, кто смотрел Facebook, все-таки посмотрели нашу трансляцию, если нет, пожалуйста, заходите на нашу страницу радио Вера ТВ, смотрите ее в записи. Владимир классно написал, какая разница, кто кого круче, главное дело общее. Володя, совершенно с вами согласна, дело общее. Это был Гарри Табах, Юрий Табах и Дмитрий Щеглик на 96.1 FM и в YouTube сегодня Facebook начал с нами разбираться, похоже, и блокировать нас. Ну что, мы поборемся, у нас все получится. Завтра Павел Мушинский из Нью-Йорка и кто-то еще самый известный, самый интересный. Все самое лучшее на радио Вера. Всем спасибо, кто участвовал с нами. Всем пока и до завтра. Хорошего дня. Слушайте Радио Вера пять раз в неделю с восьми до десяти утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте verakanada.fm